Готов начинать. Все, я включил. Здравствуйте, 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 уважаемые дамы и господа. Мы продолжаем наш замечательный курс. Я рад новым участникам. Я поздравляю вас с новым месяцем. Сегодня Рош Ходдыш Хэшван, второй в году месяц. В Тише у нас было много праздников в Хэшване у нас. Пока что ни одного, но говорят, что когда храм будет построен, освещение его будет в месяцах Хэшван. Мы на прошлой неделе читали главу Баришит и в субботу мы прочитали ее полностью. И по этой главе я немножко хотел вам кое-что рассказать. Понятно, что Баришит – это глава совершенно бездонная. Но наша задача именно разбирать текст с точки зрения иврита языка. Ну вот, а комментарии я буду приводить лишь по стольку-поскольку. Итак, я ставлю вам… Сейчас меня видно, да? Так. Натан, я не могу включить… Да-да-да, правильно, это я виноват. Все. Сейчас можешь. Так, не будем забывать… Так, попросить включить. Так. Демонстрация экрана. Вот я ставлю, значит, текст. Напоминаю, что два файла, а именно текст, который вы сейчас видите, избранные, суким, с разметкой, и словарь, я поставил в нашу группу в Телеграм. Теперь в словаре вот те слова, которые я выделил зеленым, отметьте зеленым, а не голубым. Вот. А то, что желтым, это скорее для меня отметка, что я должен кое-что сказать. Итак, чуть более подробно, чем все остальное, разберем первую фразу. Точнее, разберем слова этой фразы. Слово баришит, которое, в общем-то, означает «в начале». Вот, в некоторых переводах «в начале сотворения». Вот, это мы увидим дальше. Приходит слово «рош». «Рош» – это голова, как «рош», «ашана». Вот, отсюда же слова «решон», «решит», «баришона» и так далее. Мы видим, что здесь есть буква «алев». «Алев» сама по себе не звучит, а тут она еще и голосовки не имеет, но она корневая. Чтобы мы в повод сочетанию этому «реш», «алев», «шин» сразу поняли, что речь идет о голове, о начале. Итак, «в начале». Далее идет слово «бара». Это глагол прошедшего времени. Он создал. Значение этого глагола принципиально важно. Это значит «софарил из ничего». Потому что есть другие глаголы, которые мы встречаем в той же недельной главе, чуть дальше, например, «ецар». Это значит «собрал из того, что уже имелось, что-то новое». Но когда из кирпичей строят дом, пользуются тем, что кирпич предназначен для того, чтобы строить из него именно дом. Здесь говорится «бара» о том, что была сотворена материя. То есть что-то из ничего. И понятно, что в других языках, поскольку это другая культура, не будет адекватного перевода, который подчеркивает, что «бара» это значит «именно создал из ничего». Далее идет слово «элокин». Тут пишется оно через «гей», но произносим его как бы через «куф», потому что это имя Всевышнего, которое не стоит лишний раз говорить. Заметьте, что это слово, которое, наверное, мы будем переводить просто «бог», стоит в форме множественного числа, имеет суффикс «им». Но глагол стоит в единственном числе, как и везде. Вот что отметает всякую попытку представить, что Тора знакома с многобожием. Нет, для нас «элокин» подчеркивает множественное число то, что для других народов вся совокупность сил природы, которые они обожествляют. Дальше идет слово «эт», которое мы разберем чуть попозже, более подробно. «Гашамайм» – небо, точнее небеса. Это слово стоит в форме двойственного числа. «Им» – это множественное число, а «аим», как мы видим здесь, это двойственное число. Единственного числа в иврите у этого слова нет. «Шамайм» – небеса. Мы можем сказать «голубые небеса», но не можем сказать «голубое небо» на иврите. В этом слове ясно-вижно «майм» – вода. Можно увидеть слово «шам» там и так далее. Можно его по-всякому расписать. «Веэт хаарец». «Арец» – это земля. Теперь слово «эт» знакомо нам. Оно образует винительный падеж. «Кого что?» Сначала, в начале сотворения Богом небес и земли, или в начале сотворил Бог небо и землю. Сотворил кого что? Мы читаем вот это слово «эт». Соответственно, мы переводим это слово и это слово, как стоящее в русском языке в винительном падеже. То есть, увидел, что создал, что. Эта частица, частица, образующая падеж, требует определенного артикля после нее. Определенный артикль ставится при втором и дальнейших упоминаниях того же слова. Мы не говорили о слове «шамайм» раньше в тексте, но не появлялось. Можно объяснить это тем, что мы знаем, о каких именно небесах идет речь и какой именно земля, но можно объяснить это чисто грамматически. Раз у нас есть слово «эт», мы должны использовать «ага», несмотря на то, что мы не упомянули само это слово «шамайм» и слово «арец». Теперь, эта частица используется с местоименными суффиксами. Что такое «эт»? Само по себе слово мы не можем перевести. Но если мы поставим, прибавим к нему в конце суффикс «и», то получится «отти», «меня». Если мы подставим суффикс «ха», то получится «отха» – «тебя», «отах» – «тебя» в женском роде, «отану» – «нас». Обратите внимание, что оголосовка здесь «э», «цайре», а при прибавлении международного суффикса она меняется на «о», «холам», «холам», «отти», «отха», «отану». Единственное, где остается «э», правда, с игол, это «отэтхэм» и «этхэн». Правда, я слыхал и «отхэм», «отхэн», но считается вот такой литературный вариант. Итак, это частица, которая показывает кого-чего, и мы с помощью местоименного суффикса показываем, на кого она указывает. При этом оголосовка становится «о». Но есть еще одно слово, которое пишется точно так же, а смысл у него совсем другой. Может быть, кто-то знает, я прошу промолчать тех, кто знает наверняка. Где мы встречаем еще это слово? Дело в том, что есть еще слово «эт», которое означает «с», то есть соединительный союз. Мы используем обычно соединительный союз «им», то есть «аин мем», «ами гар им мишпаха шели», «я живу со своей семьей». Тем не менее, есть слово «эт», которое означает то же самое. Оно не используется в самостоятельном значении, разве что в названиях фирм. Вы можете посмотреть, что дает нам словарь в соответствующем файле. Например, есть фирма в Израиле строительная «Коген Эт Бен Давид». Она значит, что не «Коген что-то сделал с Бен Давидом», допустим, «увидел Бен Давида», а это значит, что «Коген вместе с Бен Давидом». Так вот, оказывается, что соединительный союз «им» мы используем только отдельно, а когда мы хотим использовать местоименный суффикс, мы используем слово «эт» в значении соединительного союза. Можно, конечно, сказать «ими» со мной, «имха» с тобой, «имах», «иману» и так далее. Есть такие слова, и они употребляются. Но чаще мы что говорим? «Со мной» – это «и-ти», «с тобой» – это «и-ха». «С нами» – это «и-та-ну». То есть пишется «алиф» и «тав», но огласовка у «алифа» получается «и-хирик», «и-ти», «и-ха» и «тану». И вот на основании того, что здесь использованы вот эти союзы и тут, и тут, и еще в одном месте я вам покажу, говорит Раби Акива. Ведь можно было сказать просто «барай луким шамаев ва арец» без «эт». Но раз использовано «эт», то здесь есть намек на дополнительное значение, а какое оно? На другое слово «эт», которое означает «с чем-то». То есть пасук хочет подчеркнуть, что что-то было создано вместе с шамаем и вместе с арец, а именно все, что относится к духовной сфере, например, ангелы, и все, что относится к материальной сфере. То есть вся материя и все представления о ней. Так? Хорошо. Какое это имеет отношение к изучению Торы? Мы увидим на примере пасука чуть дальше. Вот, посмотрите, «перагдалет» – это четвертый параграф книги Брэшит. Вот, вначале мы читаем «вэ», так, «вэ га адам яда эт хава и штом». И адам познал хаву, жену свою, ватагар и она забеременела. Ваталет она родила эт каина, эт каина. Вот это слово «эт», так? Которое, в общем-то, мы понимаем, как кого чего. Она родила кого? Каина. Соответственно, показывает, что вместе с Каином было, что произошло. Кто-то знает? Была рождена его сестра. А дальше говорится «эт ахив, эт хэвель». Кого брата его, кого хэвеля. С рождением хэвеля, поскольку здесь два раза используется слово «эт», родилось две сестры. Вот это ответ на вопрос «откуда они брали жен?» Ну, для Адама Ашем сам постарался, да? А дальнейшие роды? Как можно жениться на сестрах? Резонно, да? А что было делать? Такова была воля Всевышнего. Теперь нам это действительно запрещено. Прежде всего запрещено Торой. Вот, кроме того, есть запреты на родственные отношения для народов мира тоже. Среди семей Митцвудбнойновых. Но это связано уже с более поздними поколениями. Так, кроме того, мы видим, что Каин, который был вроде бы старшим рожден, с ним родилась одна сестра, а с хэвелем младшим родилось две сестры. И вот по одному из комментариев это было причиной их ссоры. Каин говорил, я старший, я первенец, мне положена двойная доля, то есть в два раза больше, чем тебе. У меня должно быть две жены, а у тебя одна. Эвель говорит, со мной родились две сестры, поэтому у меня должно быть две жены, а у тебя одна. И что произошло дальше, мы с вами успеем сегодня увидеть. Вот мы и разобрали, да, значит, слово «эт» в значении Соединительного Союза, да, буква «алиф», она огласуется «и», «итха», «итану», «и», «там», «итан» и так далее. Так, вот что я хотел сказать относительно вот этого интересного слова. «Пиарис айта», «тогу вавогу». Это не просто слово, это выражение, что такое «тогу вавогу». Я гораздо чаще в устной речи слышал именно такое выражение, нежели отдельно эти слова. Тем не менее, мы можем их свести к какому-то корню. Есть такое слово «тимагон», удивление, причем сильное удивление, так. Просто человек был чем-то поражен, да. И вот Раши объясняет от этого корня, что такое «вогу», да. Тоже давайте посмотрим. Ну вот, чтобы вам было удобно, я ставлю словарь в чат. Ну вот, я поставлю, так, я поставлю первую страницу моего словаря. Так, чат, чат. Вот, так. Посмотрите. А дальше будем смотреть, когда закончится этот словарь. Напомните мне, чтобы я поставил дальнейшие значения. Так, что нам этот словарь дает, интересно знать? Да. Извините, оставай уже поставили. Я поставил в чат. Не видно чата? Ну вот здесь не видно. Вот чат в Телеграме, который. Чат, не, 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 чат в самом Зуме. Я не вижу остальные. Нет, нет, не видно. Может быть, вы просто кому-то одному отправили. Там можно... Сейчас посмотрю. Бывает все, а их кому-то одному. Сейчас я всем должен поставить. Извините, да. Верно, хорошо, что вы мне сказали. Вот так. Вот так, верно всем? Да? Да. Так, значит, тага – удивляться, а бага – быть в растерянности. Вот что дает нам словарь. Так, дальше, дальше читаем текст. Ве хошех – темнота, тьма. Альпней, то есть буквально на лице, поверх. Тгом – это бездна. Артезианская вода называется мейтгом – вода бездны. Ве руах элогим и дух бога. Не буду объяснять, что это такое. Мерахефет – буквально витает, парит. Альпней амарим – над водою. И сказал бог. Еги ор. Еги – это пусть будет. Это краткая форма императива, повелительного наклонения. В современном иврите императив почти не используется. Вместо него пользуется будущим временем. Например, не говорят «пойди туда», а говорят «ты пойдешь туда». Слово ор – свет. Ва еги – и стал. Ор – свет. Еги – ва еги. Дальше. Ва яр элогим – это ор китов. Ва яр – от слова роэ. И увидел. И увидел бог свет. Китов – потому что хорош. Буквальный перевод. Что такое кит? Есть несколько значений, которые мы должны выбирать. Но здесь смысл вам известен. Что он хорош. Ва явдель. Корень здесь бет, даме, далет, ламед. Тот, кто присутствовал на окончании субботы в нашей церемонии. Гавдала. Это тот же корень. Отделение. Ва явдель. И отделил. Элуким – бог. Бейн. Бейн – это значит между. Гаор – свет. Вот смотрите. Первый раз слово ор идет без артикля. А здесь уже далее идет с артиклем. Гаор. Увейн и между. Га хошех. Вот слово хошех. Первый раз. Так. Тоже у нас без артикля. Здесь оно у нас идет с артикля. Га хошех. Разделил. Ва икра и назвал Элуким лаор йом. Цвет он назвал йом днем. Ве ла хошех. А темноту, тьму. Кара назвал лайла. Лайла – ночь. Единственное слово, которое относится к мужскому роду, но имеет окончание а. Других слов я просто не знаю. Ва иги эрев. И было, и был вечер. Эрев – вечер. Ва иги вокер. И было утро. Йом – день. Эхад. Эхад – это значит один. Здесь не сказано первый, а сказано один. Господа, дамы и господа, я могу идти медленнее, и мы более подробно, но меньше успеем. Я могу идти быстрее. Ваши пожелания, пожалуйста, высказывайте. Продолжаем. Сейчас вполне нормально. Нормально. Ва иомер а лугим и сказал Всевышний, сказал Бог. Еги ракия. Слово ракия. Что нам дает словарь. Смотрите, пожалуйста, в словарь. Диктуйте мне. Ракия. Ракия – здесь небосвод. Так? Верно? Бетох. Бетох – это внутри, в среде. Например, бетох ахедер – в комнате внутри. Бетох амаим – среди воды. Ва и ги – и будет. Мавдиль – то же самое слово. Теперь смотрите, здесь оно стоит. Вот здесь оно стоит в настоящем времени, поэтому префект здесь мавдиль. Здесь, если бы не было буквы вав, то явдиль мы перевели бы в будущем времени. Я говорил, просто повторю для тех, кто к нам присоединился позже, что вот этот вот вав – это не только соединительный союз «и», но и грамматически вот этот вав переворачивает глагол. Если глагол стоит в форме будущего времени, то мы переводим его прошедшим временем, а если стоит глагол в прошедшем времени, мы переводим его в будущем времени. Вот что делает этот вав переворачивающий. Ва и авдель – это наиболее частая форма прошедшего времени в торе. Но, по сути, это форма будущего времени с переворачивающим вав. Почему это важно, чуть позже мы увидим. А это настоящее время. И будет она отделять «бейн» – мы знаем, что это «между». «Маим» – «ля маим» – «между водой и водой». «Ва я ас» – сделал вот этот вот корень. «Аин» – «син» и еще буква «эй» – третья буква корня. Здесь она выпадает, да. Означает «и сделал». «Аса» – мы бы сказали «сей час». Но тора говорит «будущее время» с вав переворачивающим. «Ва я ас» – это значит «и сделал». «Элуким» – это «ракия». Вот это разделение. «Ва явдель» – и разделил «бейнгамаим» – «между водой». «Ашер ми тахат» – «тахат» – это «под». «Ла ракия» – «под вот этим разделением». «Увейнгамаим ашер ми аля ракия» – «между водой», которая над вот этим сводом, небосводом. «Ваи хэн» – «и стало так». Слово «хэн» – «хэн». Многие знают, что это означает «да». «И стало», «да», буквально, «и стало так». «Ваикра» – «вайкра» – это «и» называл «элуким» – «бог». «Ла ракия» – «он» назвал этот свод «шамайм» – «небеса». «Про это слово я говорил». «Ваи ги эри ваи ги вохер» – «вокер» – «и был вечер», «было утро», «ямши» – «и день второй». А обратите внимание, что из того, что сказано здесь и выше, сначала упоминается вечер, потом упоминается утро. Отсюда следует, что у евреев сутки начинаются с захода солнца. Сначала идет вечер, потом ночь, утро и день. С заходом солнца день заканчивается. «Вайомер элухим» – «и ка ву» – «соберутся». Отсюда слово «микве». «Микве» – это буквально «стечение воды». Сейчас одну минуточку, я посмотрю. А что я… Ну, конечно. Я прошу прощения, словарь дает нам другое значение, не то, которое нам нужно. Он дает значение «ква», «повать надеяться». Отсюда слово «гатиква», «надежда». Знаете вы такое музыкальное произведение, да? Но не дает значения «стекаться». Это значение тоже есть. Ну, например, населенный пункт в Израиле называется «микве» – «исраиль». То есть стечение, собрание еврейских групп общин с разных мест мира. Так, значит, обратите внимание, что здесь в словаре другое значение. «Стекутся гамаем воды ми тахат ашамаем под небесами эль-макомахад» вместо «одно». «Ва-те-ра-э га-я-баша». «И будет видна, и будет увидена, и покажется». Эта форма, пассивный залог глагола, будет увидена. А корень здесь такой же, как «ваяр», и увидел Бог, что это хорошо. Вот это вот слово «я-баша» означает «суша» от слова «я-вэш» – «сухой». Словом «я-башот» называется «континенты», то есть «суши». «Эрец» – это земля, и земной шар тоже называется «кадур-га-арец». Словом «арец» называется еще «земля-страна», например, «эрец-исраэль». Но поверхность земли, когда речь идет, например, о сельском хозяйстве, называется другим словом. Словом, например, «карка». «У-ле-микве» – это тот же корень, что вот мы видим здесь. «Стечение амаим, кара-ямим». Назвал «ямим», что такое «ямим» – «моря» от слова «ям». А «ямим» от слова «йом» означает «дни». Так вот, как ни странно, есть различия. Если пишется под буквой «юд» оголосовка вот это, «патах», это «моря». А если пишется оголосовка «камац», то это «дни», «ямим». Хотя, считаем мы это одинаково. «Вояр-элухим» – «китовый увидел Бог, что это хорошо». «Вояр-элухим» – «вот дальше идет такое слово «тадше». Дальше идет слово «деше». «Деше» – это «газон», «поле», «луг». Что еще? Посмотрите, слово «деше». «Лужайка», а также «трава и зелень». В русском языке нет последующего глагола. То есть «сделает зелень», «зазеленеет». Мы переводим это обычно как «произведет зелень». Ну, зелень, которая произрастает из земли. Ну, специфика иврита в том, что один и тот же корень используется для глагола и для существительного. Например, не говорят «сделать кирпич», говорят «скирпичить кирпич». Мауса Мекере, что делает холодильник? Он холодит, он морозит. В русском языке стараются этого избегать. Значит, это следует из того, что в иврите основной формой слова является именно глагол. То есть корень, скорее всего, это глагольный корень, а существительное, если и есть от этого корня, то оно уже образовано от глаголов. То есть главное – действие. Главное – не то, как вещь называется. Вот. И кем себя считает, наверное, да. А что она делает, для чего она предназначена. То есть важно – поведение. Ну, нам можно сделать из этого вывод. Значит, произведет земля. Дэше – айсев. Айсев – это трава. Мазрия – зэра. Слово зэра – это плод, а также потомство. Как на кореное слово зроа. Зроа – это мышца. Зроа – не туя, мышца и простертая. Тем не менее… Прошу прощения, а можно словарик обновить? По-моему, закончился. Словарь уже закончился, да? Скажите, пожалуйста, последнее в словаре, в чате, что у нас? Дэше. Дэше. Дэше полностью вошло? Или… Чуть-чуть обрезался. Наверное… Давайте я сначала дам вот этот Дэше. Так. Ну, что влезет, то влезет. Спасибо, что вы мне… Так. Что вы мне вовремя сказали. Так, ставлю. Так. Ставлю в чат. Так. Напомните мне, когда и этот словарь закончится. Дэше трава, зелень. Так. Зера. Соответственно, мазрия. Изрия. Это оплодотворять. То есть, приводить к тому, что будет произведено потомство. Так. Эй. Мы возвращаемся к тексту. Где текст? Вот он. Эц – дерево, при – плод, осе – делающий, при – это снова плод. Ле-мино, слово мин означает сорт, вид. Ле-мино – по виду его. Ашер – которое, про которое сказано. Зар-о – потомство его, во – в нем. Дальше. Ве-эц – осе-при – и дерево, дающее плод. Ашер-зар-о – во. А мы не перескочили одну строчку? Одну строчку, да. Перескочили. Спасибо. Извините. Ашер-зар-о – во. Аль-ха-арец – на земле. Ва-ейхен и стало так. Ва-то-це – и произвело, и вывело А-арец – земля. Дэ-шэ-эцэв мазрия зэра – лэ-минэйгу па видам их, лэ-минно па виду его, лэ-минэйгу па виду их, мы видим различие чего? Местыменных суффиксов. О – единственное число, гу – это множественное число. Ве-эц – осе-при – и дерево, делающее, произведящее плод. Ашер-зар-о – вой, что потомство в нем лэ-минэйгу па виду их, ва-я-ры-лукэн китовы, и увидел, что это хорошо. Ва-и-ре-фа-и-гий-вокэр, йом шли-ши, день третий, ва-я-ры-лукэн, и ги мэ-ор-от. Тот же корень, что в слове «ор», который мы упоминали свет в начале, да, в первый день. Ор – свет, ма-ор – светила. Ба-ракия – на небосводе, га-шамайм – на небосводе небесном. Ле-гавдиль – чтобы разделять. Бейн-гайом у-вейн-галайла – между днем и ночью. Ве-гаю ле-отот – значит, здесь слово «от», слово «от». Ну, мы его пишем, правда, с вавом. «Алеф-вав-тав» означает буква и означает знак. Но множественное число от буквы «от» и «от», а от знамения знак «от» и будут для знамений «у-ле-мо-адим». Слово «мо-эд» означает «срок». Ну, еще используется значение религиозных праздников еврейских. «У-ле-ям-мим» – ве-шан-им – и для дней йом, и для годов шана. Ве-гаю лі-ме-орот – баракия – и будут они, как светила, на небосклоне небесном. «Ле-га-ир» – тот же корень, что в слове «ор». Чтобы освещать, аль-га-аритс – чтобы светить на землю. «Ва-й-хэны» стало так. «Эт-ш-ней-гам-орот-га-гадолин» – и сделал он два светила великих. Так, слово «ма-ор» мужского рода, несмотря на то, что используется здесь для множественного числа суффикс «от». «Эт-га-ма-ор-га-гадолин» – светило большое. «Ла-мем-шелет». «Мем-шелет» – это в современном вреде правительство. Что оно делает? Оно «мошель». Слово «мошель» означает «властвовать, управлять». «Для управления днем». «Ве-эт-га-ма-ор-га-катон» – «катан» – и светило «меньшее». «Ла-мем-шелет» – «га-лайла» – «для управления ночью». «Ве-эт-га-кохавим» – «кохав» – это звезда и звезды. «Ва-й-тен-о-там-э-лугим баракия-шамаем» – и поставил, буквально, дал их Бог на склоне небесном. «Ле-га-ир» – «чтобы освещать, аль-га-арец» – «на землю». «Ве-лим-шоль» – «владствовать», «владеть». «Ба-й-ом-у-валайла» – «днем и ночью». «У-ле-га-в-диль» – «и различать» – этот корень нам уже попадался. «Ба-й-на-ор у-вейн охоших между светом и между тьмой». «Ва-яр-э-луким» – «ки-тоф» – «и увидел Бог, что это хорошо». «Ва-и-ге-эре» – «вай-гей-вокер» – «йом-ор-ви-и». «И был вечер, и было утро, день четвертый». Уважаемые дамы и господа, какие-то новые слова, которые не входили в ваш лексикон, вы сегодня выучили? Хочу услышать ответ. Вроде нет. Не слышу? Вроде нет. Вроде нет. Вам в основном слова известны, да? Так, а то, что эти слова употребляются в той или иной форме, вот какие-то грамматические тонкости, что-то я вам новое сообщил? Ну, будем продолжать. Так, четыре дня мы прошли. «Ва-яр-э-луким» – «и-шер-цу». Корень здесь «шерец». Словарь дает нам «шерец», как… Это есть еще в словаре, да? Значит, мелкое противное животное. Ну, не обязательно противное на самом деле, да? Значит, классификация. Классификация, которая не совпадает с классификацией биологии. Например, среди шрацин могут быть и насекомые, и беспозвоночные, и, по-моему, даже лягушки, вот, змеи, и одновременно саранча, и, может быть, ракообразные, и паукообразные, какие-то вот такие вот всякие мелкие существа, да? Они рассматриваются единоскопом, потому что среди шрацин, да, нет ничего, что мы могли бы есть, ну, разве что саранча. Саранча вроде бы тоже туда относятся. Определенные виды саранчи известны как кошерные, да? Но, поскольку известны не всем, да, то, собственно, я ни разу не видел, чтобы саранчу в Израиле продавали или ели. Так. Так. Ещерцуга маим, воскишат, буквально, воды. Обратите внимание, что слово маим стоит тоже в двойственном числе. Вот. Опять же, мы не говорим холодная вода, говорим холодные воды. Так. Шерец, шерец – это вот эти существа. Нефеш – это душа. Хая – живая. То есть живыми душами, да? Мы различаем несколько уровней, несколько понятий, несколько разных терминов для понятия душа, так? Значит, слово нефеш – это буквально жизненность. Это то, что есть у животных и даже, как мы видим, у вот этих шрацин, да? Но более высокий уровень называется нэшама, он присущ только человеку. В – оф, е – оф, ф – ф – мы видим, что здесь тот же корень, да? Здесь в корне мы видим все три буквы. Айн, фей и фей, да? Здесь, поскольку вторая и третья буквы совпадают, да, иногда они склеиваются. Мы видим слово оф. Оф – это птица. В современном в рите оф конкретно – это курица. Да? А птица обозначается другим словом – словом ципор, который тоже есть в Торе. Итак, я помню, что некоторое время назад издательство религиозное русскоязычное Швуд Ами выпустило очень красивую и полезную книжку, тоненькую, называлась она «Кнафаем лауф», то есть «Крылья для полета», так и было написано на русском языке. Но, естественно, на лауф, как инфинитив глагола, да, многие прочитали как лаоф. То есть получилось буквальный перевод «Крылья для курицы», так, куриные крылышки. Так, значит, птица будет летать аль-а-арец, над землей, аль-пней-ракия, над лицом, над поверхностью небосвода, а-ш-а-ма-и, небо. Так, «Ва-ивра» и «создал», мы видим второй раз использование этого глагола. Будет еще и третий раз, да, точнее, третий случай использования. Значит, здесь подчеркивается, что Бара создал что-то принципиально новое, что не сводится к тому, что было до него. Первый раз – это создание материи из ничего, так, и запуск времени. Второй раз – это создание жизни, создание чего-то живого. Третий раз – это говорится о человеке. То есть, как принципиально различается бытие и небытие, также принципиально отличается живое от неживого. И пока что создать жизнь искусственным путем из неживого человеку не дано. Описан случай сотворения, например, голема, да, из чего? Из того, что мы называем неорганической химией, но, опять же, тут не обошлось без имени Всевышнего. То есть, живым голем стал только, когда этого захотел Всевышний. Так, это «хаттаниним» в современном иврите. Слово «танин» означает «крокодил». Здесь это можно означать и змей, и морское животное, например, кит, или лохнеское чудовище. «Гагдолим великие» «Вэтколь нефешахая» И всякую душу живую. «Га ромесет» «Ромесет» Ну, давайте посмотрим словарь. «Рамас» «Ползать», «Шевелиться», «Чешеть». Так, словарь не кончился, он еще есть? Там почти чуть-чуть, там чуть-чуть осталось. Понятно, скажите мне, да, не забудьте. Вот тут у нас было обсуждение в начале урока, да, что «шин» и «син» они не чередуются. Да, это разные буквы, но вот этот корень «рэйш», «мэм», «син», да, если бы вместо «шин» мы прочитали, вместо «син» мы прочитали «шин», то получился бы корень слова «ромашка». Что это значит для нас, не знаю. Так, «Ромесет», «А шер шарцу», «который кишат», «которыми кишат воды», «лэмінэйгем» по видам их, «вээт коль офф», «и всякую птицу», дальше идет слово «канав», «канав» — это крыло, слово «канав» женского рода. Да, «птицу крылатую», «ламінэйгу» по видам их, «ваяр элуким», «китов» и увидел Бог, что это хорошо, «ва-и-варэх» и благословил тот же корень, что в слове «браха», вот, и этот же корень в слове «берах», «берах» — это колено, это колено, и отсюда делается вывод, что именно на слове «барух» в молитве Шмана Иссе надо преклонить колени. Ну, так вот, чуть-чуть, вы видели, как молятся евреи, на колени не падают, да? И еще одно слово с тем же корнем — это брейха. Мы используем это как пруд-бассейн, но вообще-то брейха, по идее, это источник возобновляемой воды, который питается либо притоками, либо родниками, то есть как благословение постоянно прибывает, так и вода в брейха. «И ва-и-варэх оттам эл-ким, и благословил их Бог, леймор говоря, перу-урву». Буквально плодитесь и размножайтесь, да? Значит, «перайон» — это фертильность, да? Размножение. Тот же корень, что в слове «при», плод, который у нас был, тот же корень, что в слове «рав», «ар-бэ», «много», «большой», «великий». Прошу прощения. Можно вопрос? Не знаю, может, в шутку? «Пру-урву», русское слово «прорва» какое-то может иметь к этому отношение? Ох, не исключаю. Да-да, сто процентов. Ну, девяносто девять. Есть куча, на самом деле, таких вопросов. Когда ты видел такой шутливые слова, например, там я это делал, значит, «лифами амотом», просто что приходит в голову. Есть слово «дерех дорога», есть слово «колбаса кольбаса». Куча просто. А, гора. И «прорва», да-да-да, и «прорва» там тоже была. Ну, тут есть еще одна аналогия. Ему сказали, им сказали «пру-урву», вот они прут и рвут. Ну, да-да-да, это «прорва», да. «Мил-у», значит, «ле-ма-ле» — это означает «наполнять», и наполняете «эт-га-ма-им», и наполняете воду «ба-ямим» в морях. Вега-оф, а птица, и рев будет плодиться, размножаться, ба-арец на земле. Даже птицы водоплавающие, как правило, гнездо строят где-то на земле. Ва-и-е-ре-ва-и-вокер, йом-ха-ми-ши, пятый. Ва-йом-э-ра-локим. То-це пусть выделит, выставит наружу а-арец, нефэш-хая душу живую ламина. По виду «е-ё», вот это окончание женского рода, вот. От слова «хая» или от слова «нефэш», нефэш тоже женского рода. Бэ-гэйма, бэ-гэйма — это животные. Ве-ре-мэс, ве-хай-то-эрец, да? И будут они тоже, так сказать, ходить туда-сюда и жить на земле. Ламина по видам их, ва-и-хэны стало так, ва-я-салуким. Эт хая-та-арец. И сделал Бог животных земли ламина по видам её. Так. Ве-эт, а бэ-гэйма ламина. И животные по видам их. Обратите внимание, что здесь немножко различается. Бэйма — это скорее домашнее животное, а хая — это животное дикое. Ве-эт, коль рэмэса Адама и всё, что кишит по земле, ламина и гупа видам их. Ва-яр элуким китов. И увидел Бог, что это хорошо. Ва-я-мэр элуким. На-а-се Адам. Сделаем человека. Хотим мы этого или не хотим, слово «на-а-се» стоит во множественном числе. И есть объяснение, к кому Бог обращается. Я знаю как минимум два объяснения. И второе мне больше нравится. Что Бог говорит это человеку. Если ты захочешь, нашими общими усилиями, ты станешь человеком. Если ты будешь вести себя как человек, если же нет, то любая тварь может сказать, я важнее тебя, я главнее тебя, поскольку я был осознан раньше тебя. Вот если ты не ведешь себя как человек, а считаешь себя животным. Так, здесь есть слово «на-а-се», но дальше мы видим слово «ва-и-в-ра» и «создал». Так, значит, человека. Бе-цел-мэйну ки-дмутэйну. Целым это снимок буквально. Дмут – это что-то похожее. Образ. В образе и по подобию. Обратите внимание, что бе-целэ, но ки-дмут. Потому что целым – это что-то более-менее похожее, а дмут – это похожее весьма и весьма. Так вот, человек похож на Бога. Если мы берем целым, то есть общее впечатление, оно есть. Но если мы берем слово «дмут» в деталях, только «ки», «как», «как-будто», то есть «дмут», конечно, здесь не полный. «Ва-и-р-ду» – очень хорошее слово. Слово «я-рад», «ю-ред», а основное значение – это «спускаться». Но есть другое значение этого корня. Словарь нам дает… Словарь кончился. Словарь кончился. Где он кончился? На крыле. Понятно. Так. Ну вот, даю вам следующую страницу словаря. Ставлю в чат. Смотрим в чате. Так. Что мы видим? Мы видим, что есть слово… «Я-рад» и есть слово «рада». «Лир-дот» – властвовать, то есть быть диктатором. Вот здесь имеется в виду по простому смыслу вот это значение, чтобы он властвовал, но подчеркивается близостью этих корней, что если человек уподобится другим тварям, то есть не будет вести себя как человек, то он падет, он снизится. Так. Так. «Би-ды-гат-га-ям» – это слово «даг». «Даг» – это рыба. Рыба, рыбы моря. «Ув-офа-шама-ям» – и «псицы небесные», да, будет властвовать над ними. «Ув-фа-бэ-гэйма» – и над скотом. «Ув-фа-холь-а-арец» – и над всей землей. «Ув-фа-холь-га-арэ-мэс» – и «всё, что кишит» – «га-ромэс» – «аля-арэц» – «всё эти твари мелкие, которые кишат на земле». «Ва-ив-ра-и» – создал «бара» – «элуким» – это «адам», «бэцелмо» – в образе его, «бэцелэм» – «элугим» – в образе Всевышнего, «бара-ото» – создал его. «Захар-ун-кэйва» – слово «захар» означает мужского рода, «нэкэйва» означает женского рода. Эти же слова «захар» означают память, помнить, а «нэкев» – это полость. То есть, при правильном союзе человек наполняет полость своей памятью. То есть, мы видим, что Тора настроена не слишком феминистично, не очень так, что в общем-то понятно, кто должен задавать тон в доме. Ну, на самом деле, по Аллахе, если мужчина и женщина женятся из разных общин, то он дарит ей седур, принятый в своей общине, и она вроде бы должна перейти на молитву. Там есть некоторые незначительные расхождения в тексте. Она уже должна это делать, как принято в общине мужа. Так, дальше. «Бараутам» – создал их. «Ваеварех и благословил оттам Элоким, их бог. Вайомер и сказал «Лаем им, Элоким, бог». «Хру урву» – возитесь и размножайтесь. Смотрели. «Уммилу» – это рец. «И наполняйте землю». «Ве хибешуа» – ле кабес, да, кибуш, извините, кибуш, конечно, здесь шин, да, и покоряйте ее землю. «Урду и властвуйтесь». «Властвуйте». «Над рыбами морскими». «Увэ овашамаем» – и над птицами небесными. «Увэ холь хая» – и над всем живым. «А ромесет» – аля арец, который ползает по земле. «Вайомер и благословил оттам Элоким». И сказал бог. «И не, вот, на тати я дал лахем вам». «Эт коль айсев» – это растение. «Зореазера» – которое дает плоды. «Ашер аль пней коль ха арец», которое на лице, на поверхности всей земли. «Ве эт коль аец» – ашер боприец. «И всякое дерево, в котором есть плод древесный». «Зореазера» – дающее семя. «Ла хем и е ла охла» – вам будет для еды. Значит, корень «алиф хав ламет» – охель – это еда. Так, мы уже практически исчерпали время. Я хочу вам показать еще один весьма важный момент. Перескочим, перескочим сразу вот сюда. Обратите внимание, что первый параграф заканчивается здесь. Но, по сути, и это подчеркивается разделением на аль-йот, сюда относятся еще и вот эти слова, которые мы читаем в субботнем кедуше. «И были закончены небеса и земля и все воинство их». «Ва и халилуим ба йом ашвии» – и закончил Бог в день седьмой. «Мэ лахто» – работу его ашераса, которую он делал. «Ва и жбот» – и покоился ба йом ашвии в день седьмой. «Ми коль мэ лахто ашераса» – от всей работы, которую он делал. «Ва и халилуим ашвии» – и благословил Бог в день седьмой. «Ва и кадеш» – от той осветил его. «Ки во» – потому что в него в седьмой день. «Шават мэ коль мэ лахто» – отдыхал почву от всей работы. «Ашер бара элукин» – который создал Бог «ла асот» – чтобы делать. Вот более буквальный перевод. Обратите внимание на это слово «яда познала». Оно как раз стоит в нормальной, нормативной, сейчас в современном иврите, форме прошедшего времени. Мы говорили, что обычно стоит «ва» в переворачивающей и дальше форма будущего времени. Но именно из этого делается вывод, что познал человек жену, хаву, жену его, и она забеременела, это было раньше, чем то, что сказано дальше. И в результате этого родился первый сын по имени Каин. Зачат он был еще до изгнания Израиля. А вот что сказано про Эвеля. «Ва то сэв» – здесь уже обычная для Торы форма прошедшего времени через «ва» в переворачивающей. А вот это произошло уже позже. «И добавила рожать» – «ва то сэв лаледет» – «эт ахив» – «эт гевель» – «брата его» – «вайги гевель» – «и был гевель» – «роэ цон» – «пастухом овец» – «вы каин гая», а Каин был «овед адама» – «работником земли», то есть обрабатывал землю. Так, давайте я вам последнюю страницу тоже поставлю на чат. Что у нас последнее в чате идет? Последнее слово – «хэлэв жир сала». Сейчас я посмотрю. Ну вот, давайте отсюда и далее. Я надеюсь, что это вам тоже как-то понадобится. Вот, пожалуйста, вопросы, если имеются. Если они возникнут позже, можно ко мне обращаться и другими путями. Пожелания, как бы вы хотели наши дальнейшие занятия проводить? Помедленнее, поподробнее, с разбором слов, с разбором грамматики. Чего вам не хватает, что вы считаете более нужным? Надо обдумать. Вроде всего хватает. Ну, есть возможность, да, есть возможность и далее повлиять на развитие нашего курса. Ладно, спасибо вам. Да, конечно. Ну, может, не столько лингвистически. Мы разбирали слово «эт». Я просто смотрю, что первая буква «алев» – первая буква в арфавито, и потом «тав» – последняя буква в арфавито. Вот какую-то интересную закономерность здесь можно усмотреть? Наверняка можно. Если бы я был Равом Лайтманом, я бы отсюда вывел множество закономерностей, но, к счастью, я всего-навсего преподаватель иврита, ну и немножечко робототехник. Так уж получилось. Еще есть слово «эт» существительное, которое означает «лопата», и точно так же пишется слово «ат» в женском роде. Может быть, и из этого можно что-то вывести. Подумайте. Так, ладно, всего доброго. Если вы знаете людей, которым было бы интересно присутствовать, участвовать в наших занятиях, пожалуйста, передайте им наше приглашение. Всего доброго, счастливо. Окей. Всем счастливо. До свидания. В Йомш-Леши напоминаю, то есть послезавтра мы будем заниматься комментариями и пониманием как раз главы Брешит, прошедшей. Окей. Всем счастливо. Да, в нашей хевруте обсуждение, которое называется «70 ликков». Всем счастливо и до свидания.